Здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики! Сегодня я хочу приготовить с вами очень простое, очень вкусное и блюдо, которое вы очень хорошо знаете, но готовите его очень-очень-очень редко. Что это за блюдо и почему вы его знаете? Ну, вы посмотрите сначала мой рецепт, а потом вы сразу догадаетесь, о чем же идет речь. Так что договорились? Согласны? Ну, кто не хочет смотреть, пожалуйста, не смотрите. А кто хочет, я рада, что вы уделите эти 10 минут моему видео. И если у вас будет желание, возникнет приготовить это блюдо, я буду вдвойне рада. Так что смотрите, что нам необходимо для приготовления этого блюда. А когда вы приходите в любой ресторан, в любое кафе, перед тем, как вот получить заказ, вы ожидаете и комплимент от шефа приходит, приносит именно палочки Грисини. Поэтому сегодняшний рецепт мы приготовим очень быстро. И это будет, знаете, как комплимент от меня, для вас, для моих уважаемых и любимых подписчиков, которые не боятся готовить мои рецепты. Но нам необходимо, вот вы видите, у меня есть розмарин, я буду использовать сегодня свежий. Вы можете взять чайную ложку сухого розмарина и немножечко его измельчить. Дальше мне понадобится где-то 100 граммов сливочного масла или маргарина холодного с морозилки. Я его буду перетирать вместе из мукой. Муки нужно 2 стакана. Вот вы видите, стакан я отобрала стаканом. Дальше сыра. Сыра нужно 300 граммов. У меня вот пачка 230, то есть 70 граммов я возьму с этого куска. Конечно, чеддер подходит лучше всего, но у меня вот такой вот гурман-король какой-то. И это российский сыр. И надо будет еще молоко или сливки. Но у меня молоко, вот вы видите, сейчас одну секундочку вам покажу, жирность 3,2. Это молоко очень хорошее, это не реклама, это польское молоко. Я, вы же понимаете, что это в магазине покупаю. Нужно будет 8 столовых ложек молока. И все. Ну, немножечко соли там, это мы уже будем, знаете, как по вкусу. Что я должна сейчас сделать? Я сейчас беру 2 стакана муки, немножечко вот так надберу, где-то четверть стакана, пусть будет в стороне. И масло сливочное 100 граммов натру. Так, тут у нас было 200, это у меня 100. Вот так где-то. Вот так. У меня масло сегодня не маргарин, а вы уже там смотрите сами. Вот я вот так в муку, и можно порубить ножом, но я его так вот натру на терочку. Все как обычно. Вот так в муку, чтобы и не приставало, и не быстро таяло. Терочка, и вот так, вот так. Натераю вот такую вот. И рассыпайте, чтобы оно же в одну кучку не слипалось. Сейчас волосы сырные вылазят, ой, извините, масляные вылазят. И сейчас освобождаю сыр и отмеряю 300 граммов, ну, на глаз. Отрежу там 70 граммов, и все будет нормально. И натираю на эту же терку 300 граммов. Ну, там если уже будет 310, то это не так страшно. На эту же терку, что натирала масло, натираю сыр. Но перед этим, я уже, смотрите, я уже размяла вот эти кусочки с масла. То есть сделайте крошку, извините, а то я поспешила. Так, все, сыр натерла. Вот так это все выглядит. И сейчас я его с мукой перемешиваю. Это у нас сырное грясение. Так, сейчас я должна розмарин, если сухой, измельчить. Если свежий, тоже меленько нарезать и добавить прямо сюда. Нарезайте чем хотите, ножницами, ножом. Но сначала нужно снять листочки, мягкие части. А эти нам не нужны. Эти можно будет положить просто на противенек. Они когда начнут немножечко гореть, они будут хороший запах издавать. Так, все, вот так вот меленько нарезаю. У нас будут видны вкрапления, потому что свежий. А у вас будет, вы можете измельчить вообще почти как. Но муку не надо, но мелко-мелко. Все, и высыпаю сюда. Ой, какой аромат. Так, все перемешиваю. И теперь для того, чтобы нам замесить тесто, я должна добавить сюда жидкость. И жидкость это молоко. 8 столовых ложек. Раз. И начинаю перемешивать. Не спешу добавлять муку, который у меня там в стаканчике. Так, вы считали, что у меня 7 ложек. Я сейчас добавлю одну. Может даже придется немножко больше, потому что это зависит от муки и от влажности сыра, который использую. Так, и теперь я начинаю вымешивать это тесто. Похоже на песочку. Солить не солю, потому что я попробовала сыр. И у меня он соленый. Не нужно. Лучше, конечно, кресине. Это намного красивее и вкуснее смотрится, когда кристаллы соли уже прямо на готовых палочках. Так, ну что я вам скажу, что больше добавлять не надо. Жидкость. И вот 8. И здесь у меня чуть-чуть муки. Видите? Это для того, чтобы вымешивать тесто. Для того, чтобы на коврике вымешивать немножечко. Посыпаю мукой. Эту миску пока не убираю. Немножечко оставлю, чтобы тесто отдохнуло. И вымешиваю тесто. Вот оно уже начинает комковаться. Оно за руки не берется. Руки чистые. То есть не липкое оно. Вернее, не влажное. И вымешиваю. Вымешиваю и вмешиваю вот эти все кусочки, которые у меня на столе. Вымешивая тесто, я немножечко подсыпала муки. Ну, ложка у меня осталась. Но это из тех двух стаканов, которые я приготовила по рецепту, которые идут. Но это с замешиванием и вымешиванием теста. Вот смотрите, какое хорошее тесто получилось. Коврик не убираем, потому что мы будем дальше формировать наши сырные грясини. Все собрали. Я вам сейчас покажу, какое тесто. Оно замечательное стало. Оно, конечно, такое туленькое. Оно не воздушное. Но такое тесто. Смотрите, какое. Видите? Так, и теперь я его отправляю сюда в миску. И пусть 10 минут постоит. Просто пусть все ингредиенты подружатся между собой. Так, беру еще раз чуть-чуть муки. Перемешиваю. Вот тесто полежало. Оно совсем другое стало. Масло немножечко подтаяло. И оно прямо такое, ну, классное. Одним словом, классное. Я не знаю, как вам сказать. Оно просто замечательное. Так, давайте сейчас поделим на две части. Одну часть я в миску и накрою. А вторую часть сейчас буду раскатывать. Чуть-чуть подпыляем мукой. И раскатываем такой вот пласт. Толщиной где-то 5-7 миллиметров. Мы будем нарезать с ним. Потому что грясение это палочки, правильно? Поэтому из этого теста мы будем сейчас с вами делать палочки. Беру противень. Пергаментом застилайте. У меня многоразовый пергамент. И теперь вот как прямоугольник такой сторонки. Подравнивайте. И постарайтесь нарезать ровные полоски. Если у вас не получается, тогда возьмите, приложите линейку и по линейке вырезайте. Ну, я попытаюсь нарезать без линейки. Знаете, единственное, что вот здесь вот сильно ходит это колесико. Вот так, не сильно широко. Вот такие полосочки нарезаем. Где-то, если там будет какое-то, какие-то неточность, не так ровно, не переживайте. Никто в линейку его мерить больше, кроме вас, не будет. Этот краюшек обрежем пойдет у нас. Так, и теперь... Ну, это тоже я буду использовать. Я не буду это все отрезать. И теперь можно прокручивать вот так вот. Вот-вот-вот-вот в эти стороны. И подтягивать. Вот такие вот, как спиральки. И выкладываем сразу на противень. Можно даже еще по чуть-чуть потоньше. Вот потяните, оно немножко растянется. И заворачиваем. Держите тогда один край, если не получается. И подворачивайте. Или вот тут вот доверните. Ой, оторвалось, а приклеим. Так, и сюда. Вот так вот палочки выкладываем на противень. Сейчас я это подверну. Что-то у меня такое широкое, оно мне не нравится. Сейчас я его разрежу пополам. А нету, переделаю краюшек этот с тем тестом. Все, вот такие вот палочки быстренько делаю. То есть взяли и вот так подтянули. Я вообще считаю, что лучше одну сторону держать, пока она крутится. Видите, вот. А теперь чуть-чуть подкрутить эту. И все, такие красивые тогда не получаются. Выкладываем. Так, накрутила я этих первую часть. Теперь быстренько вот так, желточек, не добавляя ничего. Ни водички, ни молока. Просто сам желток чуть-чуть взбила и кисточкой быстренько наношу на поверхность. И просыпаем кунжутом и солью. Сколько уже всего я вам выносила, сколько мы с вами готовили, а никаких комплиментов не было. Но это же нехорошо, правда? Так, все. Сейчас я присыплю адыгейской солью. Вот так. Если не хотите соленой, пожалуйста, не надо. Сырной соли будет достаточно. И кунжут. Не любите кунжута, не добавляйте. То же самое. А вторая часть, она все равно не влезла на один противень. Пока эти будут выпекаться, я сейчас сформирую второй противень. Все. Отправляю 170 градусов, минут 12-15 от силы. Запекается та часть первая. Я сейчас буду готовить со второй части теста. Вот такой прямоугольник. Видите, сейчас я вот раскатала даже прямо, чтобы уже не было у нас обрезей, потому что это последнее тесто. То есть раскатывайте, старайтесь так, чтобы было ровненько. Все. И теперь нарезаю полосочки. И точно так же кручу. Просто не спешите этим колесиком, и все у вас будет ровненько. Вот так. Нарезаем. Все готово. Теперь опять-таки яйцо, соль и кунжут. А те уже у меня пахнут, поэтому нужно посмотреть, потому что, может, я больше, чем 10 минут эти формировала. Сейчас я посмотрю. Ну что, я достаю первую партию. Смотрите, какие красавчики. О, даже они, видите, даже не поприлипали. И я вам скажу, что вот этот кунжут, который остается на коврике, его можно, пусть она стынет, потом сыпать в какую-то коробочку, емкость, и использовать его для салатов. Жареный кунжут, он намного вкуснее, чем просто обычный. Так, все. Смотрите, какие пахнут. Ай-яй-яй-яй. Пусть остывает. Что, вторая партия тоже готова. Достаю. Смотрите, какие красавчики. Сейчас остывают, и точно так же я их поставлю вот в такую емкость, потому что это же все-таки комплимент от шефа. Это должно быть подано красиво. Ну что, грисини готовы. Вот такие и такие. Первые немножечко потолще получились. А вторые похудеют. Ну, это смотрите сами, как выбираете. Вы можете добавить немножко меньше сыра. Не страшно. Вот я добавляла 300, вы можете добавить 150. Но так получается очень такой сырный вкус. Видите, где потоньше, потоньше, где потолще, потолще. Давайте будем пробовать. Это очень вкусно. Он хрустит с тонкой стороны. И давайте попробуем там, где потолще. Вы уже вот видите, какая толстая. То же самое. То есть эти грисини, они не мягкие. Они такие. Палочки. Вот. Очень вкусно. Столько сырные они, настолько сырные, что я вам не могу передать. Никакого разрыхлителя, никаких дрожжей. Спасибо, спасибо за ваши комплименты. Спасибо за ваши благодарности. Потому что вы знаете, что комплимент от шефа, он подается всегда бесплатно. И это такая мелочь. Вы видели, что для тех пяти палочек, которые нам приносят и ставят на стол, там пошло, ну, буквально, ну, 50 граммов теста. Это недорого, но это приятно. Поэтому готовьте. Вы видели, все очень просто. И я вам скажу одно, что у меня сыр, который в холодильнике был, ну, тоже завалился туда, он закрыт, и все, все хорошо. Но я о нем забыла. И вот этот рецепт, как раз этот сыр подошел то, что надо. Надо чедр. Нету чедра. Есть российский. Нету российского. Есть просто какой-то твердый сыр. Но ни в коем случае не сырный продукт. Потому что здоровье у нас одно. И мы должны кушать хоть не качественные, но хотя бы не совсем заменители настоящих сыров, настоящих продуктов. Договорились? А сейчас угощайтесь еще раз. Вы видели, что очень вкусно. Но я, смотрите, прямо как в ресторане, в такой стаканчик поставила. Ну, конечно, здесь очень много чем-то похожих. Кто-то скажет, как раньше на Украине свадьбы играли. И вот такой был, знаете, не кулич, а именно такой дывень. На него конфетки еще вешали. Похоже, правда, чем-то? Но там тесто просто пресное. Оно никакое на вкус. А здесь сырное, хрустящее, ароматное. Хватит разговаривать. Давайте в холодильнике ищите сырок. И готовьте. Готовьте, потому что очень быстро. Приятного вам аппетита. Угощайтесь, угощайтесь, пожалуйста. Грессини сырные. Берите. Берите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова